приветствую вас ребята на канале роли game онлайн с вами росси и мы продолжаем играть warcraft 3 reforge и сегодня начинаем проходить кампанию за орду вторжение в калимдор спасибо всем за просмотры прошлых прохождений спасибо за комментарии за ваше мнение критику и все же я продолжаю играть на среднем уровне сложности потому что мой уровень игры недостаточно высок для того чтобы проходить на высоком и зачем вам смотри как и лишний раз буду тупить а так у нас первая глава чужие берега и в принципе начинаем чужие берега последовав совету загадочного пророка трал собрал орду и повел ее за великое море и вот после долгих недель скитаний угнанные у альянса корабли наконец прибило к диким берегам калимдора теперь тралу его спутникам предстоит собрать уцелевших и отправиться вглубь незнакомых пустошей полных тайн и опасностей скажу вам сразу я не особый фанат орды вообще в принципе то есть я когда играл вов я в основном ну ворту ворков теме виду mom rpg я играл за альянс в основном ну со всех конечно переиграл но в основном я был фанатом конечно альянс ну как говорится из песни слов не выкинешь поэтому поиграем немножко сегодня из арту ну и только сегодня но пока смотрим заставочку вождь наш корабль сильно потрепала с тормом его уже не починить так и знал вы выяснили где мы находимся это калимдор мы держали курс на запад как ты приказал это наверняка он хорошо а что с громашем и другими кораблями не знаю вождь мы не видели их с тех пор как нас разбросала буря готовьтесь мы выступаем пойдем вдоль берега если наши товарищи здесь мы найдем и так найдите союзников других кораблей трал должен выжить новый тип поиска ходим за головами это универсальные копьеметатели особенно эффективны в дальнем бою и против воздушных целей ты вождь давайте начнем с ящиков не без вас это знал люблю разбивать ящики так вперед 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 значит у нас есть два рубаки цепная молния хорошая способность свинья жалко что у трала нету хила так ну конечно мы не будем идти по намеченному этому мы пойдем их бить всех тут вокруг конечно трал сильно по мане садится так исцеляющие идолы это хорошо пока нам нету смысла их использовать относительно наши ребята 800 хп такие мощные по сравнению с травом у которого 500 хп то они еще такие жирненькие у нас конечно же мы дальше не пойдем мы пойдем вверх какой-то бойня какая-то было хорошо здесь была большая битва земля вся красная от свежей крови неужели в этих землях нет ничего кроме пыли и смерти может быть и так надо проверить монтары на убивают зато вы совсем не мерзкие твари такие все красавчики нифига нам тут не дали только за всех убили кроме опыта опытом бесценен так 120 маны у нас только 29 я думаю можно скушать бутылочку точнее выпить так это мы пойдем по берегу мы пойдем выше пока нифига нас здесь интересного нету ну не скажи рубака людишки красавчики как по мне еще одни идолы исцеляющие ладно ребята давайте полечимся все таки раз у нас их так уже дофига то можно и полечиться хорк воин может учить грубую силу универсальный коприметатель можно улучшить до берсерка владеющий берсерком владеет регенерации троллей что-то я пока ничего из этого не вижу пока может быть посмотрим да он в плену конечно же как обычно спасибо что выручили надо торопиться эти свиномордые говорили о других кораблях зато смотрите как удобно в общем первый раз увидели и на мордых и уже понимают их язык орки это дикари что телекари хорошо конелюды сейчас перережут этих быков мы пришли сюда чтобы избежать бой не получится чем тут есть интересно по берегу пройдемся но мурлоки это нормально мурлоки это хорошо только 5 маны не хватает как они сразу бросились на моих дальних светок защиты ну такое себе давайте полечимся кому нужно почти уже готово на молния так вроде все же здоровы можно идти кстати если честно я вообще не помню эту компанию наверное вообще не проходил вот если еще до нежити я не помню ну примерно тут тут тромка вождь вы знали что вы нас найдете тромка вождь я рад что вы уцелели вы из отряда адского крика нет вождь нас разметала буря мы только добрались до берега о ящери ты большие так вот я в общем вообще не помню эту ордынскую компанию за элифийскую которая будет потом я вообще молчу что для меня это наверное будет прохождение практически как первый раз будем считать сила и честь и тут Таурен невозможно их спасти еще и идол поставили исчеряющий и ничего не дали никакую шмотку хорошо похоже эти коннелюды собрались на войну похоже сила и честь о источник здоровья нормальная тема свина брас жалко что этот источник устанавливает только здоровье мне больше бы мана пригодилась подождем пока сейчас всех полечит еще тут пройдемся потом успеем спуститься вниз вперед контрольная точка интересно чешуна контрольная что из такого страшного будет с чем я не смогу справиться а блин она сразу же выводит на этот жаль может сюда вверх можно вон мурлоки тут сидят а когда мы можем пройти и не зайти к ним на рандеву кстати у нас дополнительных заданий никаких нету ой извиняюсь задачи дополнительно нет нету медицинский трактат плюс 50 к здоровью есть такое дело так что это у вас в халабудах ваших ничего нет жаль а здесь там тупик и тут тупик ну значит нас уже ведет только к этому дрон дрон рад встречи не видел ли ты папа локтар локтар а дальше кому-то навалять тупик и А это мои собратья, орки. Мы прибыли сюда, в поисках предначертанной нам судьбы. Судьбы, говоришь? Придет время, и она сама вас найдет, мой юный друг. Впрочем, далеко к северу отсюда есть Аракул, который может... К северу? Но на север направляется армия коннелюдов. Что? Нет, там моя деревня. Я должен побольше разузнать об этом Аракуле. За ними! Защищайте Керна любой ценой! Так, основная задача. Защищайте Керна, сопровождите Керна в деревне Таурена, защищайте Керна от врагов. Керна кровавого копыта должен выжить, Тралл должен выжить. Понятно. Я думаю, на этом все. Типа мы воссоединились с нашими новыми братьями, братушками-Тауренами. Контрольная точка. Вот так они люди. Какое себе нападение. Все? Если бы у вас были какие-то знахари, которые могут пополнять маном, было бы вообще супер. Я бы вам и 10 волн бы отбил. Тем более опыт после Альянса есть и нежити. Все? Опа, Тралл кочнулся. Это будут волки. Я так подумал и решил, что это будут волки. И кто не уйдет? Кого отрока? Все. Кто с булочкой за помощь? Еще. Сейчас мы самому сильному вольнем, а потом вольнем всем остальным. Блин, убили одного. Кто тут у меня остался Рубаком? Без тебя мы не справимся. Я вождь. Нормально. Затой у нас теперь отряд укомплектован, получается. Твое племя в безопасности, старейшина. Благодарю тебя, юный вождь. Но скоро нам придется отправиться на север, на зеленые луга Мулгора. Кентавры распугали всю дичь в округе. А я не могу допустить, чтобы мое племя голодало. И ты боишься, что мародеры перебьют вас? Да, на равнинах этим демонам нет равных в скорости. Расскажи нам, как добраться до этого оракула. И мы защитим твое племя. Юный трал. Ты и твой народ. Вы не перестаете удивлять меня. Мы с радостью примем вашу помощь. Вот так вот, ребята. 15 минуточек прошло. Следующая глава. Долгий поход. Ну, а это уже будет в следующем видео. Всем спасибо за просмотр. Оставляйте свои комментарии обязательно. Подписывайтесь на канал, если вы это не сделали. Лайки, дизлайки. Опять же с вас. И до скорых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok